В эфире городские новости в студии Валерия Отинова. Здравствуйте! Из Санкт-Петербурга с дипломом «За занятое третье место» вернулась в Харциск 15-летняя легкоатлетка, ученица 10-го класса 1-й школы Анастасия Садливская. 27 января юная бегунья участвовала в международном марафоне «Дорога жизни», посвященном 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Анастасия Садливская второй год подряд участвует в питерских забегах. К слову, соревнования в память о погибших защитниках блокадного Ленинграда проводятся уже в 50-й раз. От Донецкой Народной Республики выступали трое спортсменов. Организацию поездки взял на себя благотворительный фонд «Русский центр». «Русский центр нам оплатил билеты и проживание в гостинице. Гостиница была очень хорошая. Туда мы летели на самолете, нас встретил наш личный водитель и отвез в гостиницу. За полтора месяца мы начинали готовиться. Я бегала много кроссов и благодаря тому, что я бегала много кроссов, я хорошо пробежала». Участникам были предложены две дистанции – 5 километров и классическая марафонская – 42 километра 195 метров. Обе трассы неизменно прокладываются по сухопутной части легендарной дороги жизни. «Мы финишировали у цветка жизни. Я не знаю, как его правильно назвать. Это памятник. И там еще 900 березок. Эти 900 березок означали 900 дней и ночей блокады Ленинграда. Они были повязаны колорасными платочками все». День соревнований выдался морозным. Бежали легкоатлеты при минус 16 по Цельсию. Настя Садливская стартовала на 5-километровой дистанции. Уверяет, что в этом году, несмотря на низкую температуру воздуха, бежалось легче. На финише все участники забега получили памятные медали. «Мой результат был 21 минуты 34 секунды. А первое место было ровно 21 минута. Я думаю, я бы с легкостью могла побороться, если бы раньше ускорилась. Я бежала в группе людей, со мной бежал один мужчина и женщина. И был минус – там не было значка «Остался один километр» ну или что-то наподобие. Я думаю, если бы он стоял, я бы увидела, что надо ускоряться. А так я увидела, что надо ускоряться уже за 200 метров, когда там стояли люди. И вот я думаю, если бы был этот значок, было бы, конечно, намного проще. На «Дороге жизни» среди 18 участниц в возрастной категории 16-17 лет воспитанница харцизского тренера Николая Шаповалова показала третий результат и заняла седьмое место в общем зачете среди без малого 500 спортсменок всех возрастов. Приятная информация поступила от государственного предприятия «Республиканская топливная компания». На заправках РТК снова снизились цены на топливо. В частности, на 2 рубля подешевел дизель, а также 92-й и 95-й бензин. Цена на газ осталась на прежнем уровне – 22 рубля за литр. Впрочем, чтобы харцизским автовладельцам заправиться по ценам РТК, необходимо ехать до ближайшей АЗС либо в Макеевку, либо в Зугресс. Уже почти три десятка претендентов вышли на старт гонки, по итогам которой победившему достанется пост президента Незалежной. С краткого обзора предвыборной ситуации мы и начнем очередной дайджест новостей Украины. В предстоящее воскресенье в Незалежной завершается регистрация кандидатов на пост президента Украины. По состоянию на 31 января соответствующие документы в ЦИК подали 26 претендентов. Среди них 12 народных депутатов, 10 самовыдвиженцев, остальные – от партии. Несмотря на внушительное количество желающих возглавить страну, украинцы в социологическом опросе, в общем-то, уже определились с лидерами. Это Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко, который, правда, пока желание баллотироваться на второй президентский срок изъявил только в устной форме. Национальный банк Украины прекращает печатать бумажные купюры номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен. Их будут выпускать только для коллекционеров. Бумажные деньги заменят металлические монеты. Как сообщили в НБУ, это связано с тем, что срок службы монет гораздо больше, чем у купюр. В результате, заменив банкноты номиналом 1, 10 гривен, государство сможет сэкономить около 1 миллиарда национальной валюты. Кроме того, к такому решению подталкивает популярность безналичных расчетов и опыт других стран, например, России. Кабинет министров Украины вернул норму потребления газа для домохозяйств, не имеющих счетчики. Теперь население будет платить каждый месяц за 3 кубометра газа. Эта норма была установлена в 2016 году, однако после решения суда ее отменили, а потребители получили квитанции с суммой в три раза больше. В свою очередь, правительство Незалежное рекомендовало Нафтогазу установить счетчики украинцам бесплатно. Эта акция по предварительным подсчетам обойдется компанией в 2,5 миллиарда гривен. В Киеве ликвидировали теплицу, где методом гидропоники выращивали марихуану в промышленных масштабах. Преступник устроил наркоплантацию в съемном двухэтажном пентхаусе. Рабочее место оборудовал специальным освещением, а необходимые температуру, влажность и подпитку растений минеральными удобрениями поддерживал с помощью высокотехнологичных приборов. Готовую продукцию наркофермер фасовал и передавал заказчикам для дальнейшей реализации. Во время обыска правоохранители обнаружили в помещении 163 горшка с кустами конопли и почти 30 килограммов марихуаны. Общая стоимость изъятого на черном рынке составляет свыше 3 миллионов гривен. Считается, что многие пенсионеры в силу преклонного возраста излишне доверчивые, поэтому любую даже весьма сомнительного свойства информацию нередко принимают всерьез. Это обстоятельство как раз и попытались использовать украинские производители фейков. На довольно популярном украинском интернет-портале «Униан» 31 января появилась новость о том, что теперь пенсионеры ДНР и ЛНР смогут получить пенсионную выплату якобы только при наличии паспорта республиканского образца. В Министерстве социальной политики ДНР в очередной раз вынуждены разоблачать информационный вброс украинских как бы СМИ. «Подобного рода распоряжений мы не делали. Выплата пенсии производится в соответствии с нормами, ранее утвержденными на законодательном уровне. Оформление и осуществление пенсионных выплат происходит на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию пенсионера на территории республики, независимо от того, какого они образца – украинского или республиканского», отметила министр социальной политики ДНР Лариса Толстыкина. В конце декабря прошлого года глава ДНР дал поручение открыть ледовые площадки под открытым небом во всех городах и районах республики. Одними из первых катки открылись в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Несмотря на сюрпризы от небесной канцелярии, решились на эксперимент и в Харциске. Летом гандбол и турниры по мини-футболу, зимой каток под открытым небом. Ледовая мини-арена в Харциске расположилась на спортивной площадке в центре города. Пока она занимает только половину гандбольного поля, а состояние льда, напрямую зависящее от приходи непостоянной нынче погоды, еще далеко до идеала. Колебания температуры доставили немало хлопоту строителям ледовой площадки. И все же все эти факторы не остановили любителей зимних видов спорта. Желающие встать на коньки и попробовать себя, например, в фигурном катании на открытии катка вчера присутствовали, хоть и не в массовом порядке. Было поручение главы администрации Дениса Владимировича Пышилина сделать ледовые площадки во всех городах нашей республики. Мы начали еще подготовку с 8 января. Нам помогали волонтеры бумеранга, а также МЧС, которые заливали эту площадку. Сегодня дети собрались, до этого собирались здесь, играли в хоккей, катались. Надеемся, в дальнейшем будут морозы и площадку мы доведем ее до нормальных условий. Если верить прогнозу синоптиков, то уже через неделю начнутся крепкие февральские морозы, что позволит организаторам ледовой арены перезалить каток и сделать его поверхность более ровной и гладкой. А пока городадминистрацией и общественным движением Донецкая республика объявлен сбор коньков для организации бесплатного их проката на катках города. Харцезяне, желающие подарить вторую жизнь своим конькам, могут приносить их в городской ДК в местную приемную ОДДР. Это все новости на сегодня. Приятных вам выходных и до встречи на канале ТВ-Сфера. 2 февраля 1046 года в англосаксонской хронике монах-летописец отметил, что наступают такие холода, каких не помнит никто из живущих. Это было первое упоминание о наступившем изменении климата в Европе, получившем название Малого Ледникового периода. Продолжался этот период похолодания вплоть до XIX века. Конечно, очень холодные годы чередовались с относительно теплыми, но в целом урожаи понизились, выживать стало труднее. Периоды температурных минимумов обострялись социальные противоречия, что приводило к крестьянским восстаниям и сменам политических формаций. Некоторые климатологи утверждают, что техническая революция, побочным эффектом которой стало загрязнение атмосферы, позволило переломить тенденцию сваливания Малого Ледникового периода в Большой. И бояться повышения средних температур не следует, так как климатическая норма вычислялась по относительно холодному XIX веку. В те времена, как и на протяжении почти всего XX века, катание на коньках в нашем регионе не было экзотической забавой. Природный холодильник исправно поддерживал катки в рабочем состоянии. Прогноз погоды на 2 февраля мало отличается от вчерашнего. Днем облачно, туман, температура воздуха около 0 градусов, юго-восточный ветер 4-6 метров в секунду. Ночью пасмурно, туман, температура воздуха 0 градусов, юго-восточный ветер 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова